привет друзья вы на канале кари вы жизнь на кипре сегодня для вас сняла видео в котором хочу рассказать какой бюджет необходим для нашей семьи что на сегодняшний день чтобы жить на северном кипре чтобы покупать продукты оплачивать коммунальные услуги также заправлять автомобиль и прочее около года назад я для вас подобное видео снимала и рассказывала сколько мы тратим на питание рассказывала сколько мы тратим на коммунальные услуги сколько мы тратим на образование и подбивала такой месячный бюджет скажу честно что мировой экономический кризис и нас не прошел стороной также такая непростая ситуация экономическая в турции дала себе знать и на сегодняшний день на северном кипре цены на все увеличились и бюджет изменился если год назад для нашей семьи на в среднем на семью мы тратили с образованием с питанием с коммунальными услугами до полутора тысяч долларов то на сегодняшний день я скажу что это цифра без образования почему смотрите курс за год курс лиры увеличился в два раза был 7 по 7 7 с половиной лир к одному доллару сейчас 14 с половиной 15 а цены увеличились не в два раза и даже у людей у которых доход в валюте они на себе ощущают изменения цен потому что цены изменились в лирах в три раза но сразу я хочу сказать что не на все в три раза увеличились цены но на многое для примера бензин стоил 7 лир сейчас он стоит 19 лир но не в три раза но уже в два с половиной раза увеличился до стоимость бензина кофе я покупала кофе за 40 лир сейчас кофе стоит ровненько 115 лир в три раза например также вода питьевая вода которую мы заказываем в бутылках раньше мы она они нам привозили за 8 лир сейчас 25 одна бутылка то есть я анализирую что практически все необходимые товары увеличились практически в три раза и естественно как я говорила в прошлом году что если у нас на бюджет уходило и также это не только продукты этой услуги это и коммунальные платежи вода увеличилась стоимости электричество увеличилась стоимости и если в прошлом году мы могли нашей семьей ну достаточно нормально жить я говорю не шиковать но и не скромно прямо же там нормально обычно жить полноценно и готовить кушать там первое второе компот и прошлом году нас выходило тысячу долларов то в этом году на это же все уходит полторы тысячи вот коммунальные услуги и еда я не беру образование мы в прошлом году оплатили за обучение и стоимость еще ну мы ничего не платили она не изменилась в следующем году я знаю что стоимость обучения останется прежней прежней например нашей школе где мы учимся но я думаю что возможно и других тоже где непосредственно фунтах обучения у кого обучение договора в лирах естественно поднимется и вы знаете я не удивлюсь если они поднимутся в три раза вот вообще не удивлюсь поэтому будет очень интересно если британские школы где фунта будет стоить не намного дороже там где турецкие частные школы где образование в лирах кому интересно посмотреть мое предыдущее видео которое было снято практически год назад вы можете по ссылочке перейти посмотреть для интереса а также сегодня я хочу рассказать по пунктам на сегодняшний день что входит в наш бюджет семейный месячным и конкретно по цифрам пройтись я же бухгалтер и так самая главная такая весомая часть бюджета составляет для многих семей и мы не исключение это питание еда мы раньше приходили в магазин и могли каждый день я так приблизительно ну оценивала да что мы покупаем киа продукты и на неделю вот мы покупали до приблизительно выходила 20 долларов в день мы тратили на питание на сегодняшний день эта цифра увеличилась ну в полтора раза точно а то и в 2 и того мы тратим где-то в районе 30-40 вот долларов в день например яйца раньше стоили большой лоток 30 штук 17 лир а сейчас он стоит 60 лир то есть вы посчитайте даже больше чем в три раза увеличились увеличилась стоимость а я я правда говорю что здесь год назад я всем это рассказывала с не видел видео снимала здесь было очень дешево вот моя подруга приехала с белоруссии она переводит стоимость она знает у него свежие цены в памяти она рассказывает что у нас все равно здесь на северном кипре цены на продукты дешевле либо также что то есть белоруссии дешевле но в основном как-то у нас все равно на северном кипре дешевле если взять вот общую до массу продуктов например молочная продукция не подорожала в три раза был йогурт 8 лир сейчас он стоит 16 такая же баночка в два раза подорожала то есть все очень очень выборочно индивидуально сыры подорожали я не знаю чего это зависит цена образования ну наверное то что производится на северном кипре и в магазин поставляют фермеры то она еще не так выросла в цене а импорт который сюда приезжает но есть это остров от турции приезжает с европы естественно он дорожает я вам стараюсь привести самые такие простые примеры вот чтобы вы понимали да и чтобы рассказать например хлеб да он стоил раньше 6 лир ну до 10 максимум сейчас он начинается где-то от 18 25 к 30 ближе фрукты овощи которые непосредственно растут на северном кипре подорожали в полтора раза стоимость вот я говорю отношение доллара к лире в два раза а цены в лирах в полтора раза поэтому это не на все овощи фрукты а на те которые растут на северном кипре я смотрю что вот сейчас уже начинает уже огурцы дешевле что они стоили 40 лир огурцы 40 лир раньше были 8 лир сейчас огурцы стоят в районе 20-24 лиры приблизительно в общем овощи и зелень также подорожала но но не в три раза она просто есть момент сезон не сезон но она подорожала где-то в полтора раза у меня очень люди кстати обрадовала мясо раньше мясо стоило в районе 100 лир любое мясо и курс был один к 7 как я рассказала к доллару сейчас мясо столько же стоит я смогли бы больше ассортимент либо я нашла лучше больше магазинов но вот мясо от 70 до 150 лир такие цены были раньше и это мясо я вам скажу это баранина хорошая это говядина хорошая у фермеров мы вот тут покупаем уже несколько местечек нашли то есть нас мясо радует она как-то получается по стоимости как подешевела по отношению к доллару алкоголь алкоголь баночка пива раньше стоила где-то от пяти до десяти лир сейчас она стоит от 20 до 30 лир в магазине и это касается также алкоголь покрепче вино просека коники виски в общем алкоголь также подорожала раньше алкоголь на северном кипре стоило дешевле чем где-то фри но из-за того что сейчас подражали увеличилась акцизы и стоимость на алкоголь подорожала что касается второго пункта затрат это коммунальные платежи в коммунальные платежи 100 входит это газ в прошлом газу баллон газа на котором вы будете готовить стоил 10 долларов 120 лир сейчас он стоит 230 лир это 15 долларов то есть если в соотношении к валюте то это увеличилось полтора раза если по отношению к лире то в два раза что касается электричество она также подорожала и она подорожала не менее чем два раза был у нас один месяц когда стоимость была почти в три раза дороже два с половиной три раза но сейчас сделали такой дифференцированный расчет нога на электричество до какой-то до так до какого-то количества потребляемой энергии одна стоимость потом другая третья ну как во многих странах в наших снг и на сегодняшний день если посчитать то электричество увеличилось в два раза питьевая вода также увеличилась как я рассказала да стал было 8 стал 25 лир бутылка что касается обычной воды она также увеличилась не намного но также увеличилась там как раз таки в порядке то в полтора два раза и того вы понимаете что да видите питание увеличилась не меньше в среднем чем в два раза коммунальные услуги не менее чем в два раза что-то в три что-то в полтора мы уберем среднее дифференцировое и также топлива стоимость бензина была 7 с половиной лир сейчас 19 тоже увеличилась следовательно мы делаем вывод что вся жизнь на северном кипре у кого доход в валюте увеличился в полтора два раза а у кого в лирах то мы скажем что по сравнению с прошлым годом увеличилась смело скажем в три раза еще хочу затронуть такой момент как образование вот я сказала что еще стоимость не увеличена но вот детский садик он стоил полторы тысячи я вот знаю детский сад частный полторы тысячи лир сейчас он стоит две с половиной тысячи лир следовательно тоже стоимость увеличилась а сейчас я также хочу вам рассказать про автомобили это не наш семейный бюджет я как бы так отойду просто немножко вам расскажу для общего понимания вот год назад автомобиль хороший например восемнадцатого года какая-нибудь mazda demi стоила 6 7 тысяч фунтов сейчас такой же автомобиль меньше чем за 9000 вы не купите то есть стоимость на автомобиль за год в валюте увеличилась в может не в полтора раза это такой вам пример привела но на процентов 30 это точно также стоимость вот на маршрутке увеличилась моя дочка ездит и вот если год назад она стоила 8 лир то сейчас 25 вот в одну сторону вот от нас до доехать до гирны 8 и 25 вот стоимость маршрутки и поэтому не стоит удивляться когда цены растут и на недвижимость недвижимость если можно было студию навкать котлована купить там в каком-то комплексе вот определенном начиная от 40 тысяч фунтов то уже старт на новые проекты вот если там еще что-то остались старые цены в старых еще как проектах которые не продали тоже новые проекты там уже празд начинается там 46 50 тысяч не меньше почему так происходит я повторяюсь потому что идет ну мировой кризис везде все дорожает вы понимаете что в мощнейших высокоразвитых странах все дорожает что мы можем взять от кипра остров курортное место где в принципе нету полезных ископаемых своих бюджет зависит от естественно бюджета вот как например северного кипра бюджета турции то естественно здесь будет дорожать так как здесь идет популярность уже острова и хороший спрос здесь хороший спрос на автомобили хороший спрос аренда автомобилей кстати дорогая ну подорожала тоже в районе 20 фунтов стоит не меньше аренда автомобилей это 20 25 фунтов средняя стоимость в прошлом году начиналось там от 10 15 10 вот до 20 максимум то сейчас уже от 20 к 30 вот ближе туда вот это я говорю на краткосрочную не на долгосрок и поэтому вы понимаете что идет популяризация плюс общий кризис и естественно цены растут моя знакомая живет на южном кипре и когда раньше я и рассказывал наши цены показывал она мне спрашивала это что у вас цены в евро почему так дорого игре то в лирах и разделить там настолько то настолько то ногой как дешево и показывала мне свои цены и она сюда приезжала как раз таки вот в рестораны она приезжала на шопинг она сюда не приезжала но она вот просто приезжала сюда вот как бы посмотреть и вот ходили в рестораны твой как у вас дешево мы тут будем приезжать вот но были моменты определенные вот эти пандемии там нужны были сертификаты мне он просрочился и она не смогла сюда приехать цены кстати в цены ресторанах тоже подорожали но они не подорожали в два раза что очень радует меня и в лирах например если блюдо стоило 50 лир то она сейчас стоит 80 лир то есть она подорожала в полтора раза если мы привязываем к доллару то я вам скажу на северном кипре очень классно ходить в рестораны но не все есть рестораны которые пересчитали которые такие значительные повышения и но ощущается а есть очень хороший ресторан и я знаю прям куда надо идти там очень очень вкусно и очень дешево и также хочу сказать что перед тем как вы приезжаете на северный кипр вы видите что здесь цены растут и если у вас доход например у кого-то в российских рублях или у кого-то в белорусских рублях или у кого-то в тенге там у меня в основном смотрят страны бывшего снг то я вам хочу сказать что вы ощутите это это подорожание и у нас ребята например они уехали потому что здесь стало дорого жить им и они были вынуждены покинуть остров и вы понимаете что здесь же надо и за медицину платить и все услуги дорожают я не наигранно вам это рассказываю да там популярность его его канала я просто вам говорю правду как есть на самом деле потому что это ну я это вижу и мне не хочется чтобы человек приехал сюда и жил хуже чем там откуда он приехал и так еще раз подытожим нам о нашем примере хочу рассказать сколько у нас уходит на жизнь в прошлом и сравнить с прошлым годом раньше это было в районе 1000 долларов это питание коммунальные платежи и транспортные услуги мелкие расходы то на сегодняшний день эта цифра равняется 1000 от 1500 ближе к 1800 долларов образование я не беру потому что я еще раз повторюсь она еще не подорожала мы еще платим за школы по прошлому прайсу у кого-то есть детские садики кому-то не надо детские садики кому-то над такая школа кому-то такая на питание у нас уходит 1000 1200 долларов коммунальные платежи это не меньше чем 200 долларов и топлива это тоже где-то 200 долларов ну и плюс-минус какие-то там ресторанчики мелкие то еще там 200 долларов то есть цифра уже стремится к двум ближе к двум тысячам долларов в месяц вы можете сравнить наш бюджет со своим бюджетом и оценить дорого у нас живется или дешево на живется ну конечно же я вам скажу вы не забывайте что это место курортное это остров сюда приезжают люди отдыхать сюда приезжают люди тратить деньги но в общем вы можете вот сравнить со своим бюджетом и сделать выводы потому что мне вот один мужчина пишет что но я не верю что у вас только денег уходит это так мало я как минимум на три с половиной тысячи рассчитываю со своей семьей я и двое детей ну хорошо рассчитывайте и будете так тратить я же не знаю в каких объемах вы кушаете я говорю на своем примере я рассказывала еще в прошлом видео что мы не мало ешки и мы мы не викторианцы мы едим и мясо мы едим разную продукцию и мы скажу как-то он наверное лишние даже тут игры так расслабились понабрали там лишь не каждую пятерочку килограмм сейчас мы будем их сбрасывать вот но это за зиму потому что сидишь в холоде в этой сырости и хочется кушать и так ребята если вам понравилось наше видео и мои рассказы про наш бюджет ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик чтобы не пропустить выходы наших видео также пишите в комментариях ваши вопросы и сколько у вас в месяц на вашу семью уходит денег для нормальной полноценной жизни в вашем городе до новых встреч встречаемся на кипре